Облететь вокруг Земли на гидроплане решил Фёдор Конюхов, знаменитый русский путешественник. Он готовился к этому несколько лет, уже два раза менял маршрут. Теперь путь проложен, осталось выбрать самолёт. Для этого Фёдор Филиппович приехал на аэродром Орловка, что в Тверской области. Туда же отправилась и наша съёмочная группа. Эверест покорился ему дважды. Он первый из россиян побывал на Южном и Северном полюсах, пересёк Атлантический океан в одиночку на грибной лодке с мировым рекордом, и это лишь часть достижений известного путешественника Фёдора Конюхова. Дело в том, что, как сказано, как небо, вода и земля принадлежит каждому. Если есть небо, а почему бы и не летать? Пролететь вокруг света и посмотреть мир с высоты птичьего полёта Фёдор Конюхов задумал ещё пять лет назад. В Тури был ДОСАФ, в 90-х годах, как раз сложные годы были, ДОСАФ разваливался. И мы тогда как раз на Ан-2, ну наш кукурузник, и там даже этот кукурузник был переписан на меня, он, конечно, старенький. Он может переплыть океан в одиночку, но летать самостоятельно не решается. Фёдор Конюхов в своё кругосветное путешествие отправится вторым пилотом. Мы живём в той стране, как Россия. Именно Россия у нас очень большая страна. И сейчас я вижу, что мы на правильном пути, что начинаем развивать малую авиацию. А я как раз и хочу полететь на малой авиации, на тех самолётах, которые для обычного человека, который влечён романтикой и любить путешествовать, любить приключения, любить небо. Без романтики в путешествиях никуда, уверен Фёдор Конюхов. И как истинный романтик он верит в то, что отечественная авиация выйдет на один уровень западный. Я же много раз был и в Канаде, и на Аляске, особенно в Австралии. Мне больше всего понравилась Аляска и сама Канада. Там, где очень развита малая авиация, и вертолёты, и на воду садятся гидросамолёты. А у нас сейчас, мы же не меньшая страна, чем Канада. Ну и потом у нас и бюджет не меньше, чем Канада. Сейчас решается вопрос по количеству бортов. Возможно, это будет два или даже три самолёта. Всё зависит от бюджета этого проекта. Расстояние, которое предстоит пролететь, больше 20 тысяч километров. Время в пути около месяца. Сейчас Федор Конюхов выбирает гидроплан для своего кругосветного путешествия. Сколько у вас? На 1600 километров. 1600. На 8 часов полёт. На 8 часов, да? Да. Скорость 200. А около 3000 можно же протянуть на вашу? 3000 километров? Ну, знаете, как в той сказке, когда приходит человек и говорит, сделайте мне вот из шкуры 4 шапки. Да, 6 сможешь. Маршрут путешествия уже продуман. Первая его версия появилась ещё 5 лет назад. Но в итоге от неё отказались. Слишком сложная логистика. У нас здесь приглашение. И мы по приглашению улетаем в Канаду, летим в Канаду на Великие озёры, где проводятся выставки, фестивали, малая авиация. Ну, для любителей и для профессионалов. А с Великих озёров после этой выставки идём через Канаду, Аляску, наш береговый пролив. Он маленький, там всего маленькое плечо. И заходим в нашу страну, за Чукотка, идём на Москву, там уже у себя дома. Своей тягой к путешествиям Фёдор Конюхов заражает многих романтиков. Но мало кто знает, что своим восхождением, дальним плаванием, кругосветком он готовится годами. Осваивает сложную воздушную водную технику и иностранные языки. А теперь и служит в храме. Несколько лет назад Фёдор Конюхов принял сан священника. Я хочу служить именно и молиться за путешествующих, путешественников. Почему у нас такое всегда понятие, что если священник, он только молится для бабушек, ну и для пожилого возраста, люди, которые приходят. У нас же, вот я сейчас был на Эвересте, сколько молодых ребят, ну вообще людей уходит в горы, на яхтах, сплавляется. Разве за них нельзя молиться? Разве с ними нельзя молиться? Разве для них нельзя строить храмы, чтобы они ходили в эти храмы? Неутомимое желание облететь земной шар, неподдельное восхищение мастерством пилотов и вера. Всё это помогает известному путешественнику осуществить ещё одну свою заветную мечту. Елена Монина, Владимир Кривко, Пилот ТВ. Всё.